Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам свою Тору. Спасибо Тебе, Ишуа, что Ты стал, воплотился на этой земле, Ты умер и воскрес и дал нам эту надежду в самом себе. Амин. Итак, недельный раздел нашей главы, она называется «Бом». И чем интересна эта глава? Во-первых, она говорит нам о бесходе. Уже именно о Песохе и о бесходе. Раздел назван по первому значимому слову текста «Вайомер Ашем Эль Моше Бе Эль Паро» «И сказал Господь Моше, выйди к фараону», содержит стихи с 10-го, 1-го по 13-й, 16-й стих. И, знаете, эту главу можно описать словами Псалма 102, 12-й стих. «Благослови душа моя Господа и не забывай всех его благодеяний». Это принцип памяти «не забывай благодеяний», «не забывай того, что сделал Господь», «не забывай того, что Он сделал в твоей жизни», «благослови душа моя Его». Это очень важно, потому что я много раз говорил, что мы страдаем порой духовной амнезией, мы забываем о тех благодеяниях, которые делал Господь. Много раз Он выходил нам навстречу, много раз в штормы, в бури Он вставал и говорил «успокойся», но мы забываем об этом. И каждый раз вот эта незабываемая душа прославь Господа, Его благодеяние, помни. И смотрите, мы видим эту 8-ю и 9-ю казнь, мы видим в этой главе 8-я, это царанча, мы видим тьму, которая покрывает Египет, мы видим, как Маше яростно сражается с фараоном за главное наследие. И какое же главное наследие? Можно сказать, ну для кого-то это деньги, для кого-то это опыт, для кого-то это что-то такое значимое, но для Маше главное было какое наследие? Это дети. Помните, он говорит, фараон говорит, исход 10-я глава, 10-й стих, фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, ну он уже соглашается, ладно уже, идите, делайте, что вы хотите, идите в пустыню, поклоняйтесь своему Богу, я готов отпустить. Ну зачем вы с детьми? Видите, у вас худые намерения. Понимаете, самый интересный момент, он говорит, с детьми у вас худые намерения, что-то вы хотите своих детей сделать такими, как вы? Вы хотите, чтобы ваши дети поклонялись Богу, а не мне? У вас худые намерения, не пущу. И он готов отпустить народ, но без детей. Почему? Потому что из детей можно сделать все. Их можно сделать покорными рабами, их можно сделать воинами, которые будут умирать, их можно сделать дешевой рабсилой. Но мы видим, что Моше говорит, нет, без детей мы никуда не пойдем. И он выигрывает, он побеждает, Господь побеждает. И мы видим на протяжении всей этой главы этот принцип. Помни, передай дальше, научи своих детей, вложи в их сердца истину о Боге, чтобы эта традиция не прекращалась. Исход, 10 глава, 2 стих. И чтобы ты рассказывал твоему сыну и сына, сына твоего о том, что я сделал в Египте и о моих знамениях, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Сыну и сыну сына передавай из поколения в поколение свидетелем, чего ты был. Передавай из поколения в поколение важность того, что происходило. Следующее, смотрите, 13 глава, 8 стих. И объявив тот день своему сыну, говоря, это ради того, то есть когда сын спросит, что же тут происходит, почему мы делаем вот такие вещи, он говорит, объявив тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. Этот принцип известен как ученичество. Ты можешь научить ребенка только тому, что ты умеешь сам. Согласитесь, если ты умеешь готовить борщ, ты можешь научить ребенка готовить борщ. Понимаете, да? Если ты умеешь строить дом, ты можешь научить ребенка, как построить дом. То есть то, что ты знаешь, что ты знаешь сам, ты можешь передать дальше. И знаете, очень важно не просто передавать знания, но отношения. Знания можно прочитать в книгах, знания можно увидеть, посмотреть какой-то фильм, но отношения передать нельзя. То есть отношения должны быть, и эти отношения передаются. Ты приходишь и говоришь, вот этот человек, я знаю его, познакомься, он может научить тебя тому и этому. И тогда получается, что человек, вот эти отношения ты передаешь своему сыну. И очень важно, эти отношения нужно ценить и хранить. И мы смотрим, если мы откроем вообще Писание, мы увидим дальше, Ешуа говорит в своем великом поручении, идите и делайте учеников из народа. Делайте учеников и научите их тому, чему я вас научил. Вот то, что я вам говорил, передавайте им. И вот то, что происходило в Песах, Бог говорит, передавайте из поколения в поколение. Что же происходило там? Вы помните, что Бог явил себя в славе. Бог явил себя в силе. Девять казней это было не просто показать, какой сильный Бог, ну какой я вот, я сильнее всех. Это было явить себя таким, каким я есть на самом деле. И народ, который был в Египте, он видел это. Он видел царя царей, который совершал невозможное. Тьма, написано, была осязаема. Тьма сошла на Египет, и она была осязаема. А в домах евреев был свет. Это чудо. Это чудо. И Писание говорит нам, что тьма, она покроет землю. И мрак покроет народы. А над тобой что? Воссияет слава Господь, и его свет явится над тобой. Вы будете ходить в свете. И для этого он говорит, научи своих детей. И когда твой сын спросит тебя, что это такое, что происходило тогда, тогда ты что ему скажешь? Рабами мы были в доме фараона, но Господь сильной рукой вывел нас из Египта. Отметьте, дети. Как важно дети. Фараон готов отпустить нас. Фараон уже согласился, что он потерял нас. Фараону уже все равно. Мы уйдем. Он возьмет наших детей и вырастет их своими рабами. Понимаете? Вот в чем важность. Важность преемственности, передачи. Передачи то, что Бог дает нам. Вы знаете, это важно помнить и культивировать. Слово культивация, слово действие. Передай дальше. Когда-то я видел очень интересный фильм, он назывался, так и называется, Передай дальше. История такая. Машина, едет машина, заглохнул мотор, и человек не знает, что ему делать. Пустынное шоссе, никого, никакой помощи, ни телефонов, сейчас мобильные телефоны. И машина остановилась. И вот он стоит, и все проезжают мимо, и он не знает, что делать. Он, по-моему, был адвокат, журналист, и он спешил на какую-то важную встречу. И вдруг проезжает какая-то шикарная такая машина, останавливается, выходит человек, говорит, что случилось? Он говорит, да вот, машина поломалась. Он берет ключи, дает, говорит, едь, и уходит. А он говорит, что ты делаешь? Он говорит, передай дальше. Передай добро дальше. Этот журналист начинает исследовать эту историю. И вдруг он узнает об одном ребенке, который делал таким образом добро. Он делал просто добро, и чтобы люди передавали дальше. И вот от этой цепочки, эта история, правда была такая. И вот люди начали делать друг другу добро, не ожидая взамен. Вот сделал человеку добро, и он дальше делает. Сделал, и он дальше. И это стало такой культурой. Делай добро ближнему, передавай это добро. И это привело к тому, что очень много таких измененных судьб, измененной жизни. Бог дает нам очень важный момент. Он дает нам важный посыл. Бог дает нам свое слово. Бог дает нам свободу. Он говорит, я хочу вывести вас из рабства. Я хочу, чтобы ваши дети знали меня, как вы знаете. Я хочу передать эти знания вам. И он нам их дал. И теперь мы должны передать это дальше. Скоро будет Тубишват. Знаете, праздник Тубишват. Это день, говорят, Новый год деревьев. В этот год принято в Израиле сажать деревья. Еще 150 лет назад Израиль был пустынным и каменистым. Ну, не было там растительности. Вырубили люди ее. Но кто-то, один человек по имени Элизер, он пришел со своими учениками и начал сажать деревья. На Тубишват. Другие увидели это и начали делать как он. Другие увидели и начали делать. И с года в год сегодня в Израиле более 200 миллионов деревьев. Это цветущая страна. Каждое дерево имеет свой номер. Каждое дерево написано, мы знаем, где оно находится. Потому что это важно. Как может быть более важно то, что Бог дал нам? В Песах он вывел свой народ из рабства. В Песах он вывел нас из рабства греха. И сегодня у нас есть эта возможность передать дальше добро. Посадить дерево. Может быть мы сегодня не увидим, не увидим плоды, не будем есть эти плоды. Наши дети будут есть. Вспомните, кто вошел в землю обетованную? Дети. Дети, которые вышли из Египта. Дети, которые вышли из Египта. Их родители не вошли в землю обетованную. Но они научили своих детей. И они, дети, уже укрепленные, утвержденные в Господе, пошли дальше. Поэтому сегодня важно для нас помнить это. Важно помнить. И урок этой недельной головы, знаете, ее можно разбирать и разбирать. Казни. Это не просто наказание. Это дисциплина. Это то, что Бог делал со своим народом. Он показывал себя, как любящий отец, как любящий творец. Песах. Ну, это отдельная песня. Песах. Что происходило в Песах? Это уроки веры. Это уроки доверия Богу. Он призывает Моше старейшину и говорит, возьмите ягненка, убейте кровью, помажьте косяки дверей, и ангел смерти пройдет мимо. Такого никогда не было. Никогда такого не было. И что надо было сделать старейшинам? Сказать, а ну докажи, пусть Бог нам докажет. Нет. Тут надо было просто вера. Принять верой слово Бога и сказать, мы будем так делать. И те, кто это сделал, они увидели результат. Поэтому сегодня Господь говорит нам, благослови душа Моя Господа и не забывай благодеяние Его. Благослови Моя душа Господа и не забывай все, что Он сделал в твоей жизни для того, чтобы передать дальше. Передать нашим детям. Потому что наши дети вырастут и передадут дальше. И как тогда-то кто-то говорил, что настоящий еврей тот, у кого внуки евреи. Так и сегодня мы можем сказать, настоящий верующий в Ешуа тот, у кого внуки верят в Ешуа. Потому что то, что мы получили, даром получили. И что? Даром отдавайте. Даром отдавайте. Пускайте хлеб по воде. Сажайте деревья. Сажайте слово. Аполлос сел, тот поливал, третий будет подымать и взращивать. Дети – это наше будущее. Дети – это то, что будет продолжать наше дело. Поэтому сегодня важно смотреть на это. Они смотрят на нас и они видят. Если мы сажаем деревья, они будут сажать деревья. Если мы пустословим, послушайте, они будут пустословить. Поэтому все начинается с нас. Все начинается с того, кто мы есть перед Богом. Помним Его благодеяние, изменяемся в Его образ и поднимаем детей. Ну, вот такие были мысли. Еще раз спасибо за возможность сегодня сказать слово. Все. Шалом. Шалом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова